15 лет мы ждем свой дом, 16-й год пошел, мы ждем свой дом, а вот и ныне там, только обещают, и все только обещают и скрываются. Законы, которые сейчас принимаются, они не способны достроить те объекты, которые были признаны проблемным и оказались проблемными до того, как вступил в силу новый закон. То есть для нас законы не принимаются, принимаются законы для новых обманутых дольщиков, для новых проблемных объектов. К сожалению, нас обошли стороной. По каждому ЖК одна и та же картина, и по нашему Лебединому озеру. Все пороги уже оббили, и в приемной президента были. Все отправляется в Минстрой области, там только отписки. Обещали нам в декабре встречу с якобы новым инвестором, который будет решать нашу проблему, доздраивать или расселять. Но уже январь 2018 года и никаких сдвигов. От нас просто убегают, нас водят за нас. Крупные города это Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Краснодар, ну очень много. Ростов тоже к нам присоединились в этой акции. Многие квартиры, купленные по федеральному закону 214, имеют страховки, которые, к сожалению, не работают. Не работают законы у нас. Не могут наказать застройщиков за перенос сроков, за недостройку объектов. К сожалению, это невозможно по нашему законодательству. Почему государство? Потому что государство давало разрешение на строительство. Давало землю, которая является тоже отчасти нашей собственностью, так как мы граждане Российской Федерации. Также давало законы, 214-й принимала страховки, за которые мы тоже платили, которые сейчас не действуют. Зачем тогда принимать закон? Так бы сказали людям, сами разбирайтесь и сами покупайте. Да, вы сами виноваты, потому что вы купили долгострой. Вот их слова. Все по замкнутому кругу. Чиновники не работают, перекладывают ответственность с одних на других. Все по замкнутому кругу. Уже много лет мы боремся. Есть статья Конституции, 53-я, ответственность государства за свои законы и деяния перед гражданами. И, собственно, вот в частности, если взять Москву, в Москве за последние полгода ни один долгострой не введен. То есть здесь присутствуют также 15-летние, 20-летние долгострой граждане, которые купили в этих домах квартиры, собственно, их не получили. Информационное освещение, опять же, идет, но люди, мы-то здесь, мы никто не получили ключи. Начали стройку в 2002 году. Вот с тех пор отстроится первый корпус, готов где-то процентов, может быть, на 70, но нет коммуникаций. От второго корпуса 25 этажей, только 6 этажей каркаса, больше ничего нет. Мы просто боимся, что его просто снесут, и мы оставимся без ничего. Он будет непригоден до стройки, потому что люди поумирали, документов нет, право собственности не знаем, кому обращаться. За 16 лет уже это долгострой, это вообще рекордсменство в Московской области. Эту системную ошибку породило государство, и государство должно эту системную ошибку решать. Судебная система у нас не действует, защиты дольщиков на судебном уровне не происходит. Не происходит ее нигде, ни на досудебном, ни на после. При председании Госдумы Володину вопрос обманывания дольщиков не решается. Нас нужны в жизни и терроризирование.